В конце мая компания SpaceX запустила сразу 60 спутников для обеспечения низкоорбитального спутникового интернета. В отличие от прежнего интернета с орбиты, речь идет не о неудобном решении для отдаленных мест, где никакого другого варианта просто нет. SpaceX планирует отобрать примерно половину клиентов у остальных провайдеров по всему миру, за счет меньшей цены и большей скорости. Вполне возможно, у нее и ее спутниковых конкурентов получится потеснить 4G и проводной интернет. Мировая сеть попадает в дом большинства жителей России по оптоволоконной линии. Это довольно быстрый поставщик, но он годится только для мест с высокой плотностью населения, например городов советского типа. Более половины населения планеты живет совсем иначе, за городом или в пригородах, в малоэтажной застройке с умеренной плотностью населения. Причем относится это не только к Индии и так далее, но и например, к США. Никаких перспектив переселиться в квартиры у жителей таких стран зачастую нет, в той же Америке положено по 77 квадратных метров жилой площади на одного человека, городские квартиры на 200 квадратных метров будут просто слишком дороги. В малоэтажной застройке тянуть кабель экономически бессмысленно, плотность клиентов низковата. Пока в таких местах выручает 4G. Но такой беспроводной интернет может быть либо дорогим, как в США, где счет за него может превысить 50 долларов в месяц, либо ограниченным по площади покрытия, как в России. Причина, в том, что действительно большая пропускная способность канала связи легко достигается при использовании сравнительно коротких радиоволн. Но короткие радиоволны, как правило, лучше поглощаются атмосферой, а значит, вышки для действительно широкополосного беспроводного интернета надо ставить очень часто. В США за это платит богатый потребитель. В России потребитель столько заплатить не может, поэтому его 4G интернет часто кончается сразу у городской окраины. Вышка с условным 4G-ретранслятором покрывает тем большую площадь, чем больше ее высота. Довольно давно многие компании задумались, почему бы не поднять вышку в космос. На геостационарной орбите, тильда 36000 километров, никакого воздуха нет, радиоволны поглощаются слабо. Орбита это потому и называется геостационарной, что спутник на ней непрерывно висит над одним и тем же местом земной поверхности, причем покрывает иногда чуть ли не половину земного шара. Уже в 1990-е годы начались работы над таким спутниковым интернетом, хотя заметные практические результаты пошли только в 21 веке. Но гладко было лишь на бумаге для презентации. В реальной жизни радиосигнал с пакетами данных для клиента сначала уходит от сервера провайдера на Земле к спутнику на геостационарной орбите, а потом, идет оттуда обратно, к клиенту. 36000 плюс 36000, итого от 72000 километров, уже четверть световой секунды. На практике замеры американских правительственных регуляторов показывают картины еще хуже, задержка прохождения пакета с данными для спутникового интернета сегодня в среднем 0,6 с видеочат или онлайн игра с такой задержкой, это не серьезно. Массовый клиент к такому провайдеру не пойдет, а там, где нет массового клиента цены по определению низкими быть не могут. В итоге спутниковый интернет остается не только тормозным, но и весьма дорогим, в разы дороже, чем 4G или кабель, 60 спутников, запущенных Space X 24 мая 2019 года, из совсем другой породы. Это сравнительно небольшие, 227 килограммов каждый, аппараты оснащенные плоскими антеннами, построенными по принципу фазированной антенной решетки, что позволяет им программно управлять направлением излучения радиоволн без изменения физического положения собственной антенны. Самое главное, они не висят над выбранным куском планеты неподвижно на 36 тысяч километров, а вращаются вокруг нее на высоте 440-550 километров, примерно на высоте МКС. Это в 60-80 раз ниже, чем у существующих систем спутникового интернета. А значит, задержка при прохождении сигнала потенциально в 60-80 раз меньше, по расчетам Space X она не превысит 0,25 секунды, против минимум 0,600 секунды у геостационарного спутникового интернета. Это ведет к сразу нескольким очень важным последствиям. Во-первых, с такой небольшой задержкой уже можно браться за массового потребителя. Измерения американского правительственного регулятора ФК показывают, что задержка в 0,25 секунды, типичная для среднего американского кабельного провайдера. Во-вторых, передавая данные с задержкой в десятки раз меньше, можно передавать их значительно быстрее, то есть один спутник SpaceX может обслужить больше клиентов, чем один спутник традиционного геостационарного интернета. Всего SpaceX собирается запустить в космос 11943 спутника, 1584 на орбите в 550 километрах, 7518 на 340 километров и 2841 на 1150 километров. На эти запуски уже получено разрешение американских властей. Более высокие эшелоны спутников будут играть роль посредников для спутников более низких эшелонов, пользуясь отсутствием атмосферы, они станут передавать им по сверхбыстрым системам лазерной связи данные от наземных серверов. Пока запущены только тестовые шесть десятков спутников, на орбиту высотой в 440 километрах. Откуда они на своих собственных двигателях, выбрасывающих криптом, постепенно поднимутся на 550 километров. Цель их эксплуатации – накопление опыта работы с наземными терминалами, впервые имеющими дело со столь низкоорбитальными интернет-спутниками. Терминалом называют конечное устройство размером со сложенный ноутбук, на который приходит сигнал от спутника, и от которого сигнал передается на клиентское устройство, роутер, ноутбук или ПК, сегодняшний интернет-спутники на геостационарных орбитах способны обслуживать до 1200 одновременных подключений наземных клиентов. Сколько смогут обслуживать спутники SpaceX, пока не ясно, меньшая высота делает их работу, с одной стороны проще, а с другой, сложнее, потому что они будут все время двигаться относительно наземного клиента и переключать его с одного спутника на другой. Но даже если спутник сможет тянуть только по 1200 подключений одновременно, дюжина тысяч спутников сможет обслужить более 14 миллионов терминалов. Скорость каждого канала Илон Маск, глава SpaceX, обозначил в 1 Гбит в секунду. Широкополосное подключение сегодня обычно дает 20 Мбит в секунду. То есть один терминал в теории может дать связь десяткам наземных устройств, подключенных, допустим, к обычному роутеру, связанному с терминалом, принимающим сигнал со спутника SpaceX. Следовательно, теоретически такая группировка спутников может обслуживать сотни миллионов пользователей. Однако SpaceX оценивает возможное число подключений для каждого спутника куда более оптимистично. В компании считают, что смогут обслуживать сразу 50% всех подключенных к интернету устройств на планете Земля. Иначе говоря, отнять половину мирового рынка интернета у уже существующих провайдеров. Причем благодаря гигабитной скорости и относительно низкой цене SpaceX рассчитывает обрабатывать 10% всего интернет-трафика даже в крупных городах, то есть напрямую атаковать даже кабельных и 4G операторов там, где их инфраструктура развита лучше всего. Итак, глобальный спутниковый интернет только одной компании сегодня уже нацелен на 50% от всего мирового рынка интернет-подключений. Речь идет о более чем миллиарде клиентов с соответствующим объемом продаж. Согласно утекшим в Wall Street Journal данным, SpaceX во второй половине 2020-х годов рассчитывает получать от мирового рынка коммерческих космических запусков 5 миллиардов долларов выручки в год, полтора годовых бюджета Роскосмоса, для сравнения, а от спутникового интернета 30 миллиардов долларов. Из космического извозчика SpaceX мечтает вырасти во что-то вроде всемирного провайдера-монополиста, крупнейшего на планете. Ключевая причина таких наполеоновских амбиций довольно проста. Илон Маск планирует полеты людей на Марс, с помощью строящейся сейчас его компанией многоразовой системы Starship. Эта комбинация очень большой, весом в тысячи тонн, первой ступени ракеты и второй ступени, одновременно являющейся космическим кораблем. Внутренний объем этого корабля, более 800 кубических метров, больше, чем у МКС, закончить разработку такого корабля и носителя Маск может, но окупить ее он сможет только при наличии очень большого спроса. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.